Ночь! Обычный день в детском саду номер 10 города-курорта. По расписанию у детей прогулка. Задача воспитателя сделать ее веселой, активной и само собой безопасной. Анастасия Ивченко работает здесь воспитателем около 10 лет. По первому образованию преподаватель математики. Пришла по семейным обстоятельствам. Однако процесс затянул и остановиться уже невозможно. А каждый день играешь и проживаешь жизнь заново. Каждое детство постоянно не проходит. Одних детей выпустил, и появляются другие дети приходят. И с ними начинаешь по-новой играть и жить, учить их, чтобы они росли на твоих глазах. Анастасия победитель муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». Она согласилась принять участие из интереса. Сама постоянно штудирует книги и интернет на предмет новых методик. Одна из таких – обучение на картинках-примерах, где дети что-то делают неправильно, переходят улицу или играют со спичками. Одно дело, когда ты сказал, они тебя могут не услышать, а другое дело, когда они сами решают. Им нравится принимать решения, что они такие умные, знают, как себя вести. В конкурсе принимали участие 8 педагогов. Как пояснили в управлении образования, такие мероприятия необходимы для профессионального развития. А с другой стороны, хочется донести до родителей, что детский сад – это не просто присмотр и уход, а важный образовательный процесс. Сейчас задача педагога – это партнерские отношения с ребенком. То есть педагог не решает, что делать ребенку, а он создает такие условия, при которых ребенок сам выбирает то, что он хочет сделать. Если еще 5-6 лет назад дети рисовали, например, лесу, как на картинке, то сегодня им предлагают разные варианты, а может и добавить что-то от себя. Из выбора игрушек часто следует предрасположенность к той или иной профессии. Анастасия представит Анапу на краевом этапе конкурса. По ее словам, это с одной стороны волнительно, а с другой – интересно встретиться с коллегами, узнать что-то новое или поделиться собственным опытом. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.